Всем привет! Сегодня продолжим говорить о некоторых инструментах, которые помогают нам при разработке Phoenix приложений. В частности, о некоторой части библиотеки OTP, а именно агенты. Агенты, агенты, агенты. Значит, идем и открываем документацию. Она здесь очень небольшая. И, в принципе, об агентах-то и разговаривать нечего особо. Самое важное, что нужно понять, что агенты. Агенты – это простая абстракция вокруг состояния. То есть, если вам нужно какое-то состояние, к которому вы хотите обращаться из разных мест, то агенты могут вам помочь в этом случае. Здесь приведен пример в виде отдельного модуля. То есть, используется поведение agent и описываются интерфейсные клиентские функции, которые внутри используют серверсные функции callback, которые относятся непосредственно к модулю agent. То есть, вы можете отдельным образом создать. Я предлагаю поэкспериментировать просто в оболочке. В оболочке EX. Итак, что мы видим? Чтобы стартовать любой agent, агент любого агента, то есть, мы можем использовать функцию start и startlink. Напоминаю, или говорю в первый раз, startlink – это говорит о том, что процесс, из которого запустили, и сам агент, они связаны. Если один из них крашится, то второй автоматически также крашится. start – это когда нет связи. То есть, если, грубо говоря, агент упал, то ваше приложение продолжает работать. По крайней мере, та часть, из которой запустили этого агента. Так, ладно. Ладно, ладно. Теперь давайте... Мы будем создавать простой вариант. Значит, смотрим. agent – start. Здесь еще, как видите, есть функции разной арности, но они особо... Там лишь просто... Каким образом мы формируем. То есть, мы можем использовать функцию из модуля какого-то, либо просто прописать анонимную функцию. Мы пропишем анонимную функцию, которая ничего не делает, а просто возвращает начальное состояние в качестве единички. То есть, мы рассмотрим пример, 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 который здесь разбирается. Пример счетчика. Так, но здесь... Мы сразу передали. То есть, в отличие от этого примера, здесь универсальный счетчик, то есть, есть выбор, с чего начать. А мы начнем сразу соединиться. Вторым параметром у нас идет имя. Имя. В данном случае имя модуля, а мы ему присвоим свое имя counter. Все. Наш агент готов. Он зарегистрирован. Вот по следующему адресу. У него следующий процесс идентификатор. PID. Теперь что мы можем сделать? Мы можем попросить это состояние. То есть, это, наверное, самая частая функция, которую вы будете использовать, когда используете агенты. Это get, 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 get. Get. И здесь, здесь мы используем вторым параметром у нас идет... Давайте сейчас посмотрим. Get. Get. Вторым параметром у нас идет функция, которая отправляется в состояние. которая отправляется в состояние. То есть, можно с состоянием что-то сделать. Если вы не хотите... Вы хотите просто вернуть состояние, то можем написать x то есть, просто вернуть самого себя. У нас вернется единица. вместо того, чтобы писать эту анонимную функцию, мы можем использовать ее сокращенный вид. и, как видите, возвращает то же самое. Так, что тут еще можно? Или, например, мы могли бы... ага... Ага... Допустим... умножить на... Давайте вам... щетчик умножим на 2. Здесь, конечно же, 1. И здесь, конечно же, 2. И в 2. Теперь прошу заметить... Тут 2. То есть, мы не меняем состояние. Мы не меняем состояние. Когда используем просто get и передаем функцию. Мы не меняем состояние. Если мы хотим изменить состояние, нам нужно будет использовать функцию update. Пишем update имя в нашем случае counter. И здесь также передаем функцию. Допустим, 10. Давайте... 10. Десятки. Вот нам вернулся атом, что у нас все окей. Теперь возьмем это состояние. У нас 11. Теперь снова применим update. Тоже добавим десятку. То есть, сейчас снова если взять, то должно быть у нас 21. 21. Также есть функция stop. Cast. Что делает? Fire and forget. То есть, он не возвращает. Это не get. Окей. Ну, собственно, все. Что-то еще можно сказать. Я, правда, еще не разбирал, но... Но-но-но-но-но-но-но. Агенты, агенты можно... Можно-можно их запустить под каким-нибудь супервизором. Вот, как мы видим. И если у нас агент поломается, то можно его снова поднять. Пожалуй, все. Где вы его можете использовать, это... Вам придется думать самостоятельно. Где имеет его смысл. То есть, агенты, по сути дела, от джинсервера мало чем-то особо прямо уж отличаются. Просто они больше сконцентрированы над работой, над состоянием, а нет, над выполнением на какой-то там функции, как это делают джинсерверы. В принципе, вы... Работу состояния можно было бы организовать и через джинсервер, но разработчики почему-то решили вот таким вот образом сделать. Решили выделить это в отдельный... в отдельный модуль. Ладно, ладно, ладно. В следующий раз поговорим, собственно, о самих джинсерверах и супервизорах. See you next time! Пока!